МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Волжская коммуналка» я, Антон Анисимов. Сегодня я расскажу вам о том, как выживают люди в непроглядном пыльном тумане, и о том, какие коммунальные тайны хранит в себе исторический центр города. Когда жители дружат с незапамятных времен, а старший по дому ответственно выполняет возложенные обязанности, тогда и стены в их доме крепкие, а двор с подъездом чистые. Но в современном коммунальном мире жителям стоит лишь на секунду расслабиться, и вот уже на пороге очередная беда, пришедшая оттуда откуда и не ждали. Плотным облаком пыли буквально накрыло один из районов Самары. И это не извержение Исфландского вулкана, хотя пыль такая же въедливая и вездесущая. Всему виной несколько цементных заводов, расположившихся вокруг Утевского переулка. И во дворе все чисто, как вы видите, красивый двор. Но пройти вот даже до автобусной остановки пешком невозможно. Вот эта щебенка, которую они завозят на свой завод, да, плюс песок, а потом уже готовый раствор вывозят, все это выхлечивается из этих цистерн, пройти невозможно. Вот так вот идешь, и ноги, я несколько раз даже падала на щебенку. Дом номер 21 в Утевском переулке – единственный островок жизни. Вокруг только заводы и промзона. Зажатый со всех сторон, он принял на себя удар индустриальной мощи сполна. Цементная пыль, засохший раствор, постоянный гул и грохот техники – это лишь неполный список промышленных аттракционов. А несчастные обладатели бессрочного абонемента в этот парк производительных выбросов – живущие здесь люди. Это кошмар. Дым, пыль, машины моют, выкладывают, вываливают все, и там вообще ничего не видно. Это все идет с нашей стороны. Спасения от плотных столбов пыли нет нигде. Пыль от машин, пыль от работы с заводов – все оседает в домах. На подоконниках, в шкафах, на посуде, бытовой технике, на крыше, в кондиционерах – везде серый налет. Страшно представить, какой след цементно-бетонной пыли оставляет на легких жителей. По их словам, уже дошло до того, что в семейный бюджет отдельно строкой внесена сумма на воздушные фильтры и чистку кондиционера. А иначе никак. Влажной уборкой здесь уже не обойтись. Вот и постоянно так вот. Вот. Вот видите? Вот это все. Это еще более-менее. Каждый день. И в день по тысячу раз эти подоконники вытираешь. А открыть окно невыносимо, дышать нечем. Как выяснила Волжская коммуналка, здешние производители, помимо запыления жилой зоны, также загрязняют окружающую среду тем, что сливают остатки цемента прямо в поле рядом с заводом. Результат такой деятельности виден даже на спутниковых картах. Бетонная подушка рядом с заводом выглядит огромной серой клякцей на зеленых лугах. И на подъездах к бетонному заводу вас встречает настоящий марсианский пейзаж. Что делать с этой бетонно-цементной бедой местные активисты пока не придумали. Но стоило ему влечься решением одной проблемы, как тут же возникла новая. Трассу, проходящую неподалеку, недавно отремонтировали. Новый асфальт, разметка, отбойники – все под стать знаменитым немецким автобаном. Только вот остановка общественного транспорта после ремонта бесследно исчезла. А по тротуару теперь возможны только односторонние пешеходные движения. Двум людям или, например, мамам с колясками тут не разойтись. Тротуар сделан здесь. Дорогу реконструировали. Само плотно нормальное. Съезд тоже нам сделали. Ограждение, отбойник. Все красиво, все хорошо. Но тротуары узкие. Если идет мамаша с ребенком, с коляской, то на встречу уже не расходятся люди. И даже двум людям пройти на встречу друг к другу невозможно, не столкнувшись. Постановка была, называлась «Спецодежда». Одна остановка от остановки Кряж. Основной. Когда построили дорогу в прошлом году, остановку не поставили. На одной стороне есть остановка, на другой – к жилым домам. Остановки нет. Все. Желательно, чтобы все-таки разобрались и остановку людям поставили. Бороться за чистое небо над головой местные жители-активисты настроены решительно. С одним заводом удалось договориться об установке фильтров. Теперь бы еще въезд перенести подальше от жилого дома, на сторону магистрали. Что касается второго завода, то здесь остается надеяться, что его руководители войдут в положение жителей и также пойдут на уступки. После чего этот маленький жилой островок заживет спокойной коммунальной жизнью. Самара-Купеческая – это не только любовь к пышным нарядам и неспешным прогулкам. Наследство от богатого прошлого нашего города перешла к нам и причудливая архитектура. Но, к сожалению, сегодня обитатели этих памятников, мягко говоря, не в восторге от таких подарков истории. Дома на улице Куйбышева, 34, уже более ста лет. Повидал он многое, как жили самарцы до революции, как в лихие времена гражданской войны, как выживали в Великую Отечественную и в перестроечную смуту. Это здание не пустовало никогда, в этих стенах всегда жили люди. Но годы берут свое, ведь сто с лишним лет – это даже для качественной кирпичной кладки и перекрытий. Серьезный срок. Сейчас невозможно проживать, потому что жилье в аварийном состоянии из-за протечки крыши. Значит, железо в очень плохом состоянии. Разные деревянные каменные лестницы, гипсовые лепнины на внутреннем убранстве – все в лучших традициях старой Самары. Но все это прежнее великолепие сейчас на грани полного уничтожения. Деревянная лестница накрыта полиэтиленом. На стенах плесень, которая растет все больше и больше с каждым дождем. А самое страшное, что некогда красивые потолочные украшения сейчас опасны для жизни. Ну, еще 10 лет назад было более-менее. Вот, потом у нас начал трескаться подъезд. Ну, еще в плохом был состоянии. Была щель практически наружу. Сейчас в этом доме проживают не более десятка человек. Все остальные в последние несколько лет поспешили съехать. Ольга Викторовна пытается добиться от коммунальщиков хоть какой-то реакции. Обивает пороги двери управляющей компании, но безрезультатно. Крыша над ее квартирой продолжает течь, отчего она спасается проверенным способом. Здесь протекает от того, что здесь слуховое окно в негодном состоянии. 1800 года постройки дом. И мне приходится жить на частной квартире из-за этого. Конечно, крыша не единственная проблема этого дома. Дом строился в позапрошлом веке, а подвалы тогда служили для хранения продуктов. Поэтому делали их очень глубокими. Размеры таких подвалов могли достигать размеров самого дома или даже превосходить их. Теперь надобности в таком большом погребе нет. Но подземелье все еще таит немало опасностей. Вот эта ведущая стена, в ней огромная трещина. Потому что там все прорублены в другую совершенно комнату. Это, конечно, очень грубейшая ошибка. И поэтому в подвале там очень сильные трещины. И поэтому я думаю, что это очень опасно. Последние из обитателей векового дома своими силами поддерживают его в состоянии, относительно пригодном для жизни. Заделывают дыры, латают стены и мастерят самодельные подпорки. Но понятно, что это ненадолго отсрочит коммунальный крах этого дома. А надежды на управляющую компанию жильцов дома нет никакой. Я неоднократно обращалась в нашу управляющую компанию «Альтернатива». Начиная, по-моему, то ли с 2010, то ли с 2011 года. Было очень много писем. «Альтернативу» оштрафовали. За то, что они в плохом состоянии содержатся крыша. Но нам от этого не легче. И на этом все. Увидимся через неделю. Надеюсь, ваш дом не хранит в себе никаких коммунальных тайн. Дышите полной грудью и держитесь, люди. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!